для всех приветствую виталий тебя тоже приветствую большое спасибо что нашел время включиться обсудить рыночную ситуацию всегда интересно конечно же такая дуа полярная оценка что происходит техника фундамент мы с тобой говорим об этом каждую неделю и в принципе подводим результаты тех трейдов которые нам кажутся самыми перспективными самыми интересными прошлой неделе действительно соглашусь собой так пуларно сейчас длились стали на то что было крайне интересно это и топливный энергетический кризис и ситуация с утверждением потолка государственного долга и нон фарма который принципе самим фактом своего существования это уточнение перспектив американской денежно-кредитной политики сейчас вот по прошествии недели опять же несколько минут возьму поскольку все-таки за новостной фундаментально отмечу что мне лично очень интересно что будет с долларом дальше потому что на прошлой неделе было много вот этих страхов относительно того что если дело дойдет до вот этого самого мрачного сценария что если вот эти межпартийные разногласия между республиканцами и демократами будут настолько непреодолимы то возьмет и грянет пред дефолтное состояние и потенциальное банкротство США конечно же ежу было понятно что до этого дела не дойдет но я думал что все таки еще резину потянут какое-то время но вот они решили не дожидаться дедлайна 15 октября и сейчас все таки принять решение о повышении лимита государственного долга на два месяца то есть фактически это временное решение выиграли время чтобы попробовать дальше обсудить детальнее там найти компромисс и в конечном счете разрешить этот вопрос временное решение двухмесячное продление периода действия потолка государственного долга то есть фактически заочно в него включили расходы предстоящие два месяца на полтриллиона долларов через 70 миллиардов долларов и вот с этим пока что будут жить как только это решение пришло на рынок мы видели что паника ну не то чтобы полностью сошла на нет но трейдеры уже перестали нервничать особенно фондовики которые допускали развитие негативного сценария и nasdaq джонс и сын перед вернулся и стали отрастать второй момент это статистика по американскому рынку труда тоже это не просто отчет это по сути как я уже отметил уточнение перспектив монетарной политики то есть чем лучше данные тем соответственно выше шансы на то что фрс начнет по конец этого года выходить из программы количественного смягчения но данные разочаровали это мягко говоря если брать в расчет общий показатель новых рабочих мест и дипи был классный в среду в пятницу но он фармы оказались не такими хорошими хуже в два с половиной раза чем прогнозные ожидания 194 тысячи новых рабочих мест конечно же это смешной показатель и мне вот очень хочется уже дождаться побыстрее ноябрьское заседание фактически до него две недели три недели ладно когда фрс уже будет оперировать последними данными по рынку труда и мне будет интересно понять и услышать какое решение фактически примет регулятор относительно стимулов ну до этих пор я все-таки буду склонен предполагать что поскольку статистика по рынку труда разочаровала может быть фрс уже не настолько оптимистично настроен в плане вот этого железобетонного сигнала рынку о том что пришло время сокращать программу количественного смягчения по этой причине давай демонстрации экрана тогда а вот вопрос у меня по поводу госдолга сша да то есть он с каждым годом он растет да да и все время его поднимают а ну должно быть логично да вот если долг растет значит он по идее должен падать правильно чтобы если экономика развивается показывает плюс на этот ввп и так далее то долг должен как бы по идее немножко или там падать что это должно быть должно показывать что экономика там развивается правильное направление правильно долг должен либо сокращаться либо он должен расти куда менее высокими темпами чем темпы роста самой экономики но чтобы в абсолютных цифрах цифра может быть казалось бы более высокой большой но экономика за этот период времени за последний год или период там несколько лет расширилась сильнее тебя вопрос касательно того почему он не снижается да это очень хороший вопрос я думаю что если бы опять же были какие-то железобетонные аргументы говорить о том что есть какие-то первоисточники есть причины либо ожидания того когда все-таки будет тенденция совершенно обратной нету но справедливости ради хочу отмечить что американская экономика за на последние вот если брать там отрезки и помыслить десятилетиями все-таки показывала более высокие более опережающие темпы роста чем накоплением госдолга поэтому да мы видим это табло мы знаем что но есть нам кажется цифра вот сейчас за последним согласованием 29 триллионов долларов немыслимые а какой ввп сша не помню в объеме триллиона ввп так ну давай кстати это абсолютные цифры посмотрим сейчас ну если брать в расчет самые последние цифры то уже 23 триллиона но это 23 триллиона ввп получается долг сколько 9 триллионов до 29 а 29 да то есть больше ста процентов ввп да но это плохой показатель конечно это ужасный показатель но все-таки считается что критический уровень когда можно будет задуматься опять же некоторым подобие продефолтного состояния это сто двадцать пять процентов и покажется сша укладываются вот этот показатель но он согласен абсолютно ненормальный вот эта тенденция последнего времени она указывает на то что все таки еще из-за ковида американская экономика начинает уже буксовать и терять в темпах а госдолг продолжает расти и конечно же все это рано или поздно закончится то есть и может быть закончится тем что изменится вообще геолокация вот этих мировых статистических резервов и доллар утратит свой статус защитного резервного актива но когда это случится я насколько помню даже 10 и 15 лет назад говорили что должно произойти вот-вот однако вот в основе доллар по-прежнему резервная валюта и ничего не меняется но наверное учитывая проблемы с которыми каждый раз сталкиваются республиканцы демократы при согласовании этого показателя как лимитом воздолго учитывая что все чаще шатдауны а сша все это близится постепенно к самологическому концу ну давай тогда вернемся к идеям которые есть по поводу американского фондового рынка поскольку я считаю что слабый отчет в пятницу все-таки повышает вероятность того что фрс может и даже и не анонсировать сокращение программы количественного смягчения там в ноябре в декабре я думаю что фондовый рынок может от этого выиграть потому что мы уже не раз убеждались как хорошо он себя чувствует когда в экономике есть больше сигнал того что стимулирующая политика сейчас вместо неоправданно индекс s&p в моменте 4374 пункта я думаю друзья что можно попробовать рискнуть честно говоря я лично уже купил но для тех кто привык заходить не с рынка все-таки дождаться каких-то уровней более менее значимых позиции техники я бы посмотрел на сопротивление 4400 и после пробоя этого уровня уже ставил на дальнейший рост с целями в районе 4 600 почему бы нет я думаю что мы увидим новый максимум и стоп-лоссом на отметке 4300 пунктов это опять же может стать среднесрочной даже долгосрочной сделкой будем следить за политикой фрс и за теми решениями которые будут приниматься дальше касательно программы количественного включения намеков именно выхода из стимулов и ужесточение политики ну у нас с тобой возможность есть встречаться чат поэтому будем держать руку на пульсе так прошлый раз были сделки была сделка по евро доллару я рекомендовал шортить там с целями 1.16 и даже замахнулся на уровне пониже частности пока что мы видим что евро действительно валится эта сделка приносит прибыль полагаю что какое-то время все-таки нисходящие тенденции по евро доллару будет актуально я смотрю еще на рынчатые настроения периодически делаю на них акцент когда есть прям такие совсем разнополярные значения и по-прежнему значительные перевесы сейчас пользу всех кто купает евро как правило когда это делает толпа разумеется нужно идти по пути на меньшего сопротивление ставить на снижение жалко что на прошлой неделе не добрались до отметки 1.15 там был совсем чуть-чуть лоу 1.15.28 ну не достигли не достиг но я думаю что 1.15 стоится 80 пунктов можем легко сделать рынок нефти ранее был без сделок но тенденцию общую обозначал что скорее всего рост продолжится сегодня думаю что можно попробовать в случае если будет коррекция в районе 82 долларов за баррель я смотрю на бренд сейчас котировки 83 77 там этот актив купить со стопом на уровне 80 50 и тейп профитом на отметке 85 долларов за баррель были предпосылки на в конце прошлой недели на двород после комментариев путина о том что европе могут помочь дополнительными поставками вроде бы как и сша также согласились немножечко подраскупорить свои статистические резервы но сегодня динамика бренда который топчется на максимум с октября 18 года и вот-вот повторит судьбу wti то есть идет на максимум уже за семь лет говорит о том что все это уже рынком переварилась вам какое-то чудотворное спасение и разрешение проблемы с топливным кризисом ближайшее время не будет и по мере уже прям приближения активной фазы начала настоящего полноценного зимнего отопительного сезона эти проблемы кажется вскроются в новом свете и могут отправить и бренд и wti к новым и новым максимум а здесь нужно искать параллели еще со ситуации на рынке газа потому что мы видели что может быть даже и газ именно взрывным ралли тем ростом который наблюдался на прошлой неделе ранее стал причиной такого дополнительного повышенного спроса на нефть потому что из-за таких высоких цен на газ разумеется целесообразно искать альтернативные источники генерации электроэнергии дизельное топливо спрос на дизельное топливо априори приводит к более высокому спросу на нефть каких-то других факторов ну пожалуй еще заседание опек которое могло бы своим исходным результатом сломать этот тенденцию например если бы страны опек согласовали дополнительную разобучу но этого не случилось этого не произошло прежние условия сделки действуют поэтому рынок на мой взгляд останется также в состоянии дефицита предложения так по бренду сделку озвучил смотрю вверх и думаю что уйдем на новую массу по золото в прошлый раз я рекомендовал покупать там с уровня 1745 ну вот галко конечно же прям я рассчитывал что будет вот сейчас надеюсь видит мышка я рассчитывал что будет вот это вот они сначала вот небольшой задер вверх и уход вниз сделка закрыта и обидно было наблюдать вот этот вот рост который пошел после но уже без меня ну что уж бывает новых сделать по золоту пока что не будет потому что хочется сначала все таки разобраться более-менее с тем что будет долларом и с доходностью американских трейджерис пока что у меня нет в интернете виталий слово тебе видно рабочий экран да грузится пока видно ну по золоту дам комментарии напомню еще на позапрошлой неделе я говорил что золото находилась в нисходящем тренде да видно было что вот весь весь сентябрь то есть один импульс хорошее накопление второй импульс еще импульс и говорил что вот ловить такие покупки это очень опасно нужен всегда скажем какой-то триггер для для покупок а триггером я называл это импульс то есть не не беря в не не берем во внимание там фундаментальные какие-то триггера да на рынке берем сугубо технику то есть на рынке есть один момент который позволяет говорить о возможности тренда это импульсное движение то есть импульсное движение до того момента как вот к примеру ты пытался там покупать все время да вот прошлый месяц его не было ни разу только в конце месяца вот большой импульс которым я также говорил если он появится в таком случае можно будет говорить о каких-то покупках и когда он сформировался после этого я пытался немножко здесь работать на продаже несколько раз в принципе intraday мы отрабатывались и как раз в пятницу я уже окончательно был перевернулся на покупки и своими учениками говорил что и аналитику писал что стоит рассматривать покупки данного актива так сформировалось хорошее накопление в импульсе мы сломили вот этот тренд который у нас был вот он да то есть после его слома возможно было покупать до этого ловить какие-то минимумы возможно скажем есть локальные паттерны которые позволяют на часовиках это делать чтобы словить какой-то минимум это возможно и очень сильно повезло как раз пятницу дала не неплохое движение вверх золото на нонфармах там более 200 пунктов с копейками планировали взять 300 но как-то во благо зафиксировались то есть были у нас сделки и взяли там 150 200 пунктов и сами удивились как скинули золото вниз и на текущий момент пока находимся вне рынка потому что такое сильное поглощение там на часовиках она может говорить о разном есть варианты в лонг еще уйти до текущих если мы удержим вот эту поддержку там тысячу семьсот пятьдесят пять там 50 то можно рассматривать покупки но очень осторожно потому что мне не нравится то снижение оно очень похожее на август август начало августа вот то же самое вот помнишь мы здесь тоже обсуждали вот эти моменты также говорили вот здесь о покупках я с тобой был согласен в этом моменте она отработалась до до уровня на скинули вниз и вот дневочка следующая закрылась ниже уровня если мы улетели вниз очень сильно то есть то же самое здесь если продавим вниз сегодня дневку то я думаю что и сейчас даже сложно говорить о покупках лучше подождать день-два если будут снова поджимать верхние границы то стоит говорить о покупках все так что касается золото ну серебро то же самое с ребятами рассматривали покупку серебра она чуть-чуть получше выглядит но тоже скинули неплохо агрессивные покупки возможно рассматривать по поводу smp 500 согласен с тобой что если покупать то стоит только после пробития вот этих локальных максимумов и даже сломе вот вот этой нисходящей тенденции которая образовалась за последние там ну условно полтора месяца а вообще возможно я рассматриваю что по индексу мы уже показали свои какие-то пики и мы будем только падать поэтому я за шорт но шорт здесь очень корявый то мы шортили на еще прошлом месяце с ребятами неплохо вот здесь внизу шортили очень красиво падал но от купили и сейчас я бы здесь подождал но пока за шорт вот вот с текущих там чуть-чуть повыше возможно шортить со стоп лоссом за прошлый недельный максимум если мы его удержим возможно еще будет попытка как-то форсировать данные уровни сопротивления и уже будем смотреть по факту как будем закрываться потому что сейчас вот мне не нравится вот это нисходящее движение вниз она возможно какой-то больше коррекционной и и будем пробивать вот этот тренд но пока на такой основной сценарий за то что ниже вот этой трендовый да я буду работать на снижение хотя красивых каких-то моментов вниз нету и возможно мы там на какой-то долгосрочный момент развернулись по данному индексу если пронесем то будем просматривать какие-то покупки так по нефти пока идеи каких-то нету есть идея по новозеландскому доллару вот на прошлой неделе с ребятами покупали вот некоторые пары против доллара возможно стоит рассмотреть покупку с текущих это 0.69 там 40 плюс минус если будет ниже тоже возможно рассматривать стоп лоссом в районе там 0.68 там 90 примерно цели локальные там первая цель это 69 80 вот этих и прошлой недельный и если их пройдем возможно выше уйдем на разворот или нет посмотрим ну и принципе по всем парам аналогично австрийский доллар уже себя данный паттер аналогично как по новозеландскому отработал упустил на прошлой неделе покупал и вышел с этой сделки фунт доллар тоже принципе как и новозеландский доллар он себя локально отработал моего кстати покупали в пятницу возможно мы будем секущих расти но есть еще вариант что протестируем вот эти минимумы прошлой недельной и там уже по факту нужно смотреть как мы сюда уйдем если импульсом то будем думать возможно на дальнейшее снижение потому что возможно это коррекция ну принципе принципе все евро каких-то сигналов сильных на рост нету были какие-то локальные моменты в пятницу то же самое с ребятами давал им идею на покупку локально мы отросли но что с этого получится то же самое на еще на позапрошлой неделе аналогичный был паттерн вот здесь 30 40 пунктов вверх и дальше вниз поэтому поэтому как то вот так ну еще напомню я давал то же самое какие-то на пробой евро доллар вот этих минимумов здесь очень красиво еще на позапрошлой неделе смотрелось когда мы пробивали вот вот этот минимум там со стопом 30 пунктов где-то примерно я давал то есть ушли очень хорошо вниз то есть мы примерно ушли на там на 150 пунктов 5 к 1 неплохо пока вот это движение по евро возможно как то но пока здесь мы вот в сильном вот этом импульсе торгуемся покупки секущих я бы не рассматривал но невозможные как-то вот так все ко все у меня против виталий за точку зрения ну что следим тогда за тем как пройдет себя активы на самом деле следующий эфир в среду обсудим ситуацию где там будут ритки где будет доллар золото и фондовый рынок тоже интересно надеюсь удастся разобраться перспективы доллара и разумеется прокомментировать дальше виталий хорошей неделе пока все пока